Здравствуйте всем! Начинаем менять масло с фильтром на Toyota Yaris. Здесь схема такая же как и Dagatsu Materia, Zirion, Zubara, Justy, Toyota Auris и Kui Yaris. Так вот здесь схема нарисована, где фильтр, как стоит. Вот здесь, например, где его разобрать, как собрать. И вот под низом тоже нарисовано для Toyota Urban Cruiser. Внизу немножко разобрать, что фильтр, там вынимается, сколько ньютонов, например, за чашкой. Также вот оригинальный фильтр масловинный, также здесь нарисовано, написано, что как к чему. Такая прокладка, чтобы обязательно вот окей, вот ныщет окей, что именно туда оно должно идти, иначе будет масло цечь протекать. Вот такой маленький фильтр находится внутри. Сейчас поменяем, уже на бучки встали. Вот такая же схема, вот, Dagatsu, какие моторы, у кого и сколько масла, какого года, сколько литров заливать. В нашем случае Toyota Yaris 1,33 440, 9-го года, да, 3,4 литра нам надо, больше не надо. Классно, заливаем в нашу Toyota Long Dive 5W на 30, я даже не знаю нормы, без понятия, нормы это подходят, нет. Made in Germany, на русском, на английском, на немецком. Для нашей Toyota хватает, мне кажется, там много, больше ничего разницы нету с фирмами там. Итак, заехали на козлы. Что мы видим? Под низу мы видим сразу, вот, ключ на 14-й нам надо будет, и рядом вот сразу фильтр. Будем здесь вот так откручивать и снимать. Так, ремешок тоже еще нормальный, жавчины так нет. Здесь тоже резинки все еще нормальный. Заодно сразу посмотрим жавчину. Ничего нет, нормально. Итак, начнем к работе. Аккуратно, вот мы ванночку подложили. Ванночку все сразу сливаем. Три литра как-никак еще там. Итак, открутили болт снова, во-первых, сливаем более трех литров старого масла. Вот так выглядит, если все раскручено. Фильтр болт, протерли немножко. Так, вот разобрали мы фильтр. Именно весь вот. Можете и здесь со ключом подходить аккуратно. Или просто ремнем открываете. Вот так этот фильтр выглядит. Вытаскиваете немножко сильно. Он сидит уже как распух. И новый с такой пасмаской, вот, покажу вам, заходит обратно вот так и гонечко. Потом эту пасмасочку убираете. Если так, просто вспыхаете. Здесь, а если, конечно, поверни немножко, здесь вот такая прокладка будет черненькая, с такой какой-то пасмасочкой. Но мы не откручивали ничего, так оставили, так просто заменили. Закинули вот так, с любой стороны. Главное, что вот эта прокладка, вот эта черненькая, видите, здесь она, чтобы вниз сюда не сошла. Именно здесь он наверху. Самое главное. Иначе будет масло протекать. Вот и все. Итак, вот здесь вот фильтры закрываете. Просто сначала рукой и потом рукой ключ также сначала закручиваем руками. Не забудьте новую прокладку поставить. И потом, конечно, ключом затягиваем. Итак, сюда заливаем масло. Лучше чуть поменьше, чем слишком много. Сейчас мы залили 3200. Закрутили аккуратно. Не так уж сильно, блин, чтобы потом не открутить. Ну, а потом вот щипцы. И проверяем, сколько масочек у нас согнуто. Вот и все. Сэкономили на этом деньги. Сами поменяли где-то за полчаса. За одной посмотрели, что под низом. В следующий раз будете и знать, и мы тоже, как бы с ReaMaster фильтр менять. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok